здравствуйте господа начинаем сегодняшний интерактивный сеанс ответов на ваши вопросы и я сегодня буду проводить вебинар прямую трансляцию задай вопрос эзотерику которая посвящена эзотерике и хочу еще раз представиться меня зовут андрей андреевич дуйко я руководитель эзотерической школы кайлас также хочу сказать что одновременно трансляция будет идти сегодня не только в youtube а еще и в инстаграм кстати переходите на мой инстаграм страницу очень большое количество информации которые вы нигде не найдете а также переходите на вот этот указанный мной сайт и большое количество информации связанной с мантрами программирование будущего исполнения желаний и объяснение тому почему в жизни не везет и самое важное как это все можно изменить и так 1542 написала вопрос лаура джигнелли стоит ли мне заморачиваться идти на эту работу с цветами которые мне сейчас в январе предлагают приступать надо с 1 февраля если напишу заявление и возьмут если напишите заявление и возьмут то стоит вам работа нужна и эта работа вам принесет помимо всего прочего еще очень хороший опыт привет из финляндии спасибо большое очень приятно чем мне заниматься чтобы стать богатой для того чтобы человеку стать богатой или для того чтобы человеку стать богатым нужно иметь несколько принципов которые делают или знать несколько принципов которые делают человека богатым первое богатство она связана с двумя факторами первое это чудовищное везение таким образом вы можете влезть в какую-нибудь политику, во власть, и второе, чудовищная коммуникация. То есть я когда-то говорил, хочу еще раз повторить, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Почему я это говорю? Очень часто человек, который, особенно в это время, который имеет огромное количество друзей, который запросто объединяет вокруг себя людей, этот человек в дальнейшем будет очень богатым. Что мешает человеку достигать высокой коммуникативности? Как правило, это страх и невозможность позиционировать себя, забитость. Возможно, чрезмерное или очень сильное предъявление претензий по отношению к себе и так далее. Но по поводу того, стану ли я богатой, используя какие-либо методы, ну так и есть. Есть такие люди, которые могут их использовать. Я обычно говорю такие слова. Человек должен знать эти принципы. В случае, если вы хотите идти разными путями, то вам необходимо быть, или таким более сложным путем, то вам все равно, чем заниматься. Самое важное, вы должны знать, что в этом мире необходимо либо эксплуатировать, либо производить и эксплуатировать, либо что-то очень хорошо знать и очень хорошо уметь, для того, чтобы за это платили. А если, как говорят, у человека нет ни ума, ни возможностей, то стать человеку богатым можно только знакомясь и коммуницируя с огромным количеством людей. Я когда-то разговаривал со своим сыном, ему сейчас 23 года. Это было, наверное, еще когда ему было 16-17 лет. И он говорит, как мне стать богатым человеком. Я ему говорю, коммуницировать ты с людьми не хочешь. То есть у него не было желания коммуницировать или он такой достаточно скрытный внутренний человек, не хочет особо ни с кем общаться, ведет такой закрытый образ жизни, при этом очень умненький такой. Я ему говорю, ну тебе придется либо быть экспертом и получать за экспертность, либо найти большое количество друзей. Он говорит, я понял. После этого начал создавать профильные группы, прошел образовательные курсы, которые называются «Умение работать в серпстат» и «Умение работать с аналитикой». Сейчас занимается тем, что у него есть одна группа в Телеграм, одна группа в Инстаграм, где он продает элитные вещи и у него, в общем-то, хорошо получается. Хотя могу сказать, что у меня есть много таких знакомых, которые пробовали вести такой бизнес и у них ничего не получается. С чем это связано? Как правило, наше богатство на сегодняшний момент, оно связано исключительно с получением бесплатного образовательного процесса. То есть это умение работать с аудиторией, понимание того, что называется маркетинг, понимание того, как искать то, что можно продать или как искать услугу и так далее. Понимание того, как развивать социальные страницы, как знакомиться, как коммуницировать, как делать так, чтобы на это тратить мало времени, как сделать так, чтобы это было интересно и так далее и тому подобное. А там стать богатой, знаете, этот вопрос, он однозначно необычный. Вот я когда-то говорил уже одному человеку, он говорит, Андрей Андреевич, как мне стать богатым? Я говорю, а богатым ты кем хочешь вообще? Что ты умеешь делать? Он говорит, ну я ничего не умею делать. Я говорю, тебе необходимо начать сниматься в кино и тусоваться в тех местах, где есть мода. Он говорит, я не люблю ни кино, ни моду. Ну тогда я хочу быть премьер-министром страны. Но премьер-министром страны ты не станешь, а вот если бы ты занимался модой, ты бы стал, и ты бы состоялся. И вот он не стал, конечно же, премьер-министром, но и в моду тоже он не пошел. Я ему тогда говорил, закажи фотографии, сделай фотографии, выложи их в инстаграм, подпиши, что ты являешься моделью, которая в дальнейшем там может сниматься где-либо, и у тебя будет, он очень красивый такой, и у тебя будет там полно всегда всего. На что он сказал, что нет, я этим однозначно не хочу заниматься, я как и раньше не буду ничем заниматься. Но это тоже его тема, почему? Он в дальнейшем женился, очень хорошо женился, на очень работящей женщине. Чем мне заниматься, чтобы стать богатой? Замуж выходить из-за богатого. Анжелика Ирахмудинова, здравствуйте, Андрей Андреевич, все участники вебинара. Подскажите мне, пожалуйста, я работаю сейчас и живу в Ираке, все ли у меня будет хорошо, так как постоянное недопонимание по работе с уважением вашей ученицы? Работайте еще год и уезжайте. Ирак сейчас, в данный момент, неспокоен, и отношение к вам будет не улучшаться, а ухудшаться. Поэтому зарабатывайте сейчас деньги по возможности и в дальнейшем не рассматривайте эту страну как профильную страну для получения гражданства или возможности нахождения жизни и так далее. К вам уже плохо относятся, а дальше будут относиться еще хуже. Поэтому извините, что так лучше горькая правда. Людмила Макаровна, вечер добрый. Как дать отпор от колдовских воздействий, наводящихся со смертельным исходом? Если бы у вас был напор колдовских воздействий, которые бы могли закончиться вот таким смертельным исходом, то, скорее всего, вас бы уже не было. Потому что, если бы это было со смертельным исходом наведенное колдовство, то вы, скорее всего, бы уже довели себя. И наведенное доводит. Поэтому, если вы не довели, то то, что вы делаете, делайте правильно. Вообще, я могу сказать, что очень часто люди не могут диагностировать психические заболевания свои. И очень часто путают. И на фоне мнительности высокой, на фоне появления каких-либо заболеваний, параноидной шизофрении или шизофрении, или маниакально-депрессивных состояний, синдрома всевозможных, кандинского клерамбо и так далее. У человека развивается мнительность. После этого он начинает подчеркивать для себя особенности, посещая какие-либо курсы или смотря какое-либо видео, истощает сознание. Как правило, это происходит на фоне стрессовых ситуаций. Длительно, много стресса, много кортизола. И в дальнейшем это приводит человека к тому, что у него появляется навязчивая идея, он не может с ней справиться. Этого и ждут вокруг него большое количество людей, которые хотят на этом заработать. Такие люди называют себя как угодно, колдунами, магами и так далее. Попав один раз к таким людям, такие люди ставят один и тот же диагноз. Он всегда прописан и звучит так. Человек приходит, у него есть паническая атака, или у него есть навязчивая идея, в ходе которой он думает, что на него влияет большое количество колдунов. Он имеет тысячу доказательств. Но я могу сказать, что, как правило, это не объективное восприятие происходящего. И такой человек, приходя к таким людям, конечно же, получает подтверждение. Для людей, которые пытаются ему оказать помощь, как он думает, для них это очень выгодный человек, потому что они начинают говорить, что да, мы поможем тебе, как правило, это длится долго. Они приходят, говорят, вот еще чуть-чуть, вот еще чуть-чуть. Когда понимают, что человек не готов платить, или у него нет денег, ему отказывают. И говорят, что, к сожалению, мы тебе помочь не можем, твое колдовство на смерть, оно очень далеко затянулось. Живи теперь как хочешь, ищи другого человека. И человек потом начинает искать вопросы, какие-то обряды. Все это заканчивается потом навязчивыми идеями. То есть, по-другому можно сказать, заболевание прогрессирует, лечение человек не получает, и в дальнейшем все ухудшается, и ухудшается, и ухудшается. Очень жаль таких людей, которые не могут идентифицировать психические заболевания. Как правило, человек, который болеет психическим заболеванием, он обижается на мои слова и никогда себе не подтвердит такого диагноза. Конечно же, как избавиться от колдун, как проявляется это все, смотрите. Можно ли каким-либо образом определить влияние? Ну вот, допустим, приворот, каким образом определяется? Приворот определяется так. Живет с вами мужчина, и все хорошо. Любит вас, ни на что не смотрит, никуда не собирается, ни бегать, ничем не заниматься, и так далее. Потом на него, на этого мужчину начинает влиять приворот. То есть, его начинает привораживать. То та девушка или тот человек, который совершил этот приворот, делает подселение в него необузданного духа, целью которого является секс. Что происходит при этом у мужчины? У мужчины происходит секс, вернее, не секс, а навязчивая идея. То есть, у него в жизни все хорошо. Он обожает свою жену, обожает свою семью, обожает там. И вдруг у него заскок в голове. Он начинает искать какие-то путешествия. Ему нужно все время секс. Хотя объяснить себе, для чего, если у него все было хорошо, в семье все хорошо, в отношениях и так далее. Он не может. И он потом становится таким, он может изменяться в характере, но он не может себя в этот момент контролировать. Проклятие такое бывает, блуда. Когда приворот был сделан отцу многократно, после этого отец умирает, и одному из сыновей, которые, как правило, самые меньшие, этот приворот передается. И вот такой блуд, приворота, он начинает мучить потом самого младшего ребенка. Или, ну, как правило, если от отца, то к мальчику, если от жены, то к девочке. Ничего не может сделать человек. Ему даже не нужны эти отношения. И секс ему не нужен. Он ничего не может сделать. Его просто вот колбасит. Он туда направляет свое внимание. И периодически у него вспышки. Он ничего не может делать. Особенно, если периодически появляется алкоголь, тормозящие моменты сознания, они расслабляются. И человек, вот влияние вот такого блуда происходит. Можно ли каким... Ну, отвечу я все-таки. Если же вы все равно считаете, что у вас очень тяжелое влияние, и большое количество людей преднамеренно пытается на вас влиять, я не верю на самом деле, но это ваше дело. И это мое дело. Знаете, высказывать свое мнение, вы можете оставаться при своем. Что необходимо делать в случае, если вы ощущаете это? Итак, несколько таких моих советов. Первое. Огонь или пламя. Бесы боятся пламени. Поэтому зажигайте огонь. При этом представляете, не входите в него, а представляете, будто вы берете части этого огня, кланяетесь перед ним, говорите, огни, очисти меня, и производите такую пуджу очищения. Сначала мысленно представляете, будто берете огонь левую руку, правую руку, после этого лицо за себя, после этого на тело, на ноги. Выполняете это на протяжении каждой субботы, ну, хотя бы там 7-9 суббот. Таким образом исчезают такие проблемы, которые связаны с навязанными чужими людьми влияниями. Как защититься от этого всего? Поможет ритуальная защита, о которой я рассказываю на бесплатной и платной первой ступени. Это когда человек прикладывает к себе руки и произносит Таким образом человек выстраивает свой персональный эгрегор влияния, а также устраняет энергетическое влияние на себя. Я считаю, что в случае, если осознанно ставить на себя ритуальную защиту, это делать на протяжении нескольких месяцев, то в большинстве своем все вот такие элементы влияния, которые могут производиться чужими людьми на человека или на его семью, могут быть аннулированы. Третье – это чтение мантры от духов. Это мантра какая-нибудь там самая простая. Это мантра, можно использовать, допустим, мантру Брахмы, потому что представлять при этом себя необходимо гранитом черного цвета или базальтом. Базальт – это камень такой черный. Прямо представлять, будто вы памятник черный, и все тело покрыто у вас черным. Также можно представлять, будто в глазах у вас отражение, и там как будто два огонька сигарет, и со словами «пыс-пыс» вот так каждый день по два-три раза затушивать. Также я считаю, что психические заболевания, как правило, связаны, по моему мнению, как правило, связаны с какой-то инфекционной, инфекционной, иммунологической патологией. Я думаю, скорее всего, это может быть связано с перенесенным вирусом, который, преодолев энцефала, патический барьер, энцефальный барьер проникает и воздействует на роговые части лобной доли мозга или на большие базальные части больших полушарий, что приводит к разрушению, возможно, синаптических связей, к изменению вариабельности построения синапсов или движения информации, или накопления, или ее сохранения каким-то образом происходит за счет того, что происходит вот такое воспаление по принципу менингиальной инфекции. Ну, опять-таки, это мое мнение, почему я так считаю. Очень часто у людей, у которых появляется обострение шизофрении, если проверять или проводить исследования, у них всегда очень высокая протеинокиназа и высокий гиперпротеиномия, высокий протеин или высокий белок в крови. Это может быть любой, причем альбумин может быть, реактивный, какие угодно. Это очень частое явление. Также очень часто на фоне высоких белков. Почему я считаю, что белки повышаются, а состояние стресса у человека обычно приводит к истощению центральной нервной системы. Истощение центральной нервной системы, как правило, связано с уменьшением усвоения и увеличением потребления углеводов. Белки при этом образуют кетоны, и при этом может появляться неусвоение углеводов. И это все при кетозе таком. Это все приводит к голоданию, как правило, голоданию сознания или голоданию центральной нервной системы, что приводит к появлению кортизона высокого. Это может приводить к тому, что у человека появляются вот такие заболевания. Что нужно делать? Нужно знать, что в случае, если у вас вот такой период, обязательно не исключайте сладкое, не голодайте. Уменьшайте употребление белковой пищи до максимума. Принимайте, в случае, если у вас вялость или у вашего ребенка, который болеет такими болезнями, старайтесь, в случае, если у него вялость, старайтесь ему давать аргинин, L-аргинин такой препарат. Также хорошо L-орнитин. L-аргинин, он увеличит силу и энергетику, то есть не будет вялости, усталости. А L-арнитин поможет справиться с кетозом, который формируется на фоне шизофрении и так далее. Надеюсь, вам это было интересно и будет. Также есть мой семинар, если вам все-таки хочется дальше продолжать эту тему. Есть семинар, называется «Избавление от порчи из глазов». Я их записал, две части. Если вам это интересно, можете переходить и смотреть. Так что, дать отпор? Конечно, дать отпор. Галина, Галина, уважаемый Андрей Андреевич, пожалуйста, моей дочери, она в глубокой депрессии, бедненькая, не хочет жить, прошу уехать в страны, где сейчас... Прошу уехать, прошу уехать из страны, где сейчас находится, не хочет. Нужно ли ей переезжать и наладится ли ее жизнь? Спасибо. Это не имеет значения. Если в сердце радости нет, то куда бы она ни переезжала, радость не возникнет. А депрессия обычно возникает как раз на фоне либо психических заболеваний, которые, как правило, ассоциированы с беспокойством и бессонницей. Как определить, нужна ли человеку помощь ваша? Нужно обратить внимание на его сон. В случае, если у человека депрессия, и он по ночам очень долго не может заснуть, а утром рано просыпается, если слон сонно, обрывистый и беспокойный, если ребенок постоянно задает вопросы, вот у здорового человека без депрессии не возникает вопросов, у людей, у которых возникает депрессия, как правило, есть навязчивые вопросы, на которые ответ он найти не может, что вызывает у него тупиковое состояние, еще большее формирование депрессии. Таким людям необходима помощь психиатра, не нужно этого бояться. Поверьте мне, что очень часто помощь психиатра, она может настолько быстро улучшить состояние человека, что человек будет потом сам умиляться и удивляться от того, что у него такие состояния появляются. Почему появляется депрессия? Я также хочу сказать, существует еще психологический фактор. Депрессия, как правило, возникает в случае, если у человека появляется тупик, из которого он не может выйти. Если ваш ребенок постоянно говорит о том, что ему необходимо выехать из страны или уехать, или покинуть город, то, скорее всего, это вызвано каким-то непреодолимой тупиковой ситуацией, в которой в данный момент ребенок находится. Поэтому с ребенком необходимо поговорить в случае, если его психика в норме, и все-таки выяснить, в чем же заключается его тайна или его тупиковая ситуация. То есть это, возможно, невозможность рассчитаться по долгам, или одержимость каким-нибудь мужчиной и женщиной, или какая-то проблема, которую невозможно решить, или это мечты, которые хочет человек реализовать и не может до них дотянуться. То есть, скорее всего, в какой-то мере психологическая проблема все же может иметь место. Но я думаю, что вы самостоятельно в домашних условиях можете не найти такую психологическую проблему. Обратитесь к психологу. В случае, если психолог скажет, что вам необходима помощь психиатра, в дальнейшем обратитесь к психиатру. Не хочет жить, это уже суицидальные идеи. Если у человека есть желание закончить жизнь, то помощь психиатра однозначно необходима. Вот я вам говорю, это 100%, как человек, имеющий соответствующее образование. Лариса Комар. Лариса, выезжать мне с Ирландии в следующем месяце, чтобы потом заехать в Голландию. Получится, да. Елена Брази у нас. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Желаю вам счастья. Спасибо. Армидаза Гарян. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, позовут ли мою дочь Ане на работу, с которой она уволилась? Не позовут. Ольга Окей. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Завжди хотела быть массажистом-реабилитологом. Хочу идти учиться. Мне 39 лет, или выйдет в меня? Так. И в этом направлении у вас будет очень хорошо все выходит. Так что вы маете рацию, вам нужно этим заниматься. Так, так. Идите. Лана Соболева. чтобы больше испытывать, как бы все хорошее воспринимается, как само собой, как жизнь, знаете, а все плохое воспринимается, как событие. Именно поэтому у человека часто извращенное восприятие мира. Оно у него более событийное. То есть событийные, агрессивные, импульсивные, травматичные моменты жизни, они больше всего запоминаются. Также человек на протяжении жизни может вспоминать, кто его обидел, как ему было плохо, кто там его киданул, или кто на него плохо говорил, и так далее. Вот эти травматические события жизни, они сформируют характер человека до его осознанного, неосознанного, вернее, выхода в другую жизнь. Ну, или по-другому смерть. Именно поэтому я часто говорю, в этой жизни может нас мучить совесть. Могут быть целая куча событий, которые мы не можем никаким образом забыть. У нас есть долги, а также у нас есть совесть, у нас есть еще что-то. И это есть у каждого человека. У кого-то более мелкое, у кого-то более крупное, но поверьте мне, у всех есть. У кого-то совесть, нет таких людей, которые могли бы вот сейчас сесть и сказать, я удовлетворен своей жизнью, я готов прямо сегодня умереть, хотя есть такие. Я готов сегодня прямо умереть, и я ничего плохого не помню, все хорошее в моей жизни наполняет меня, я прожил счастливо и так далее. У каждого человека есть какие-то внутренние кошмарики, как я их называю, которые всплывают из памяти прошлых лет, отношения родителей, ну не об этом. Таким образом я могу сказать, что в случае, если вы умрете и потом вновь родитесь, то у вас будет две дилеммы. Первая дилемма будет связана с тем, что на протяжении своей жизни вы имели проблемы, которые связаны с вашей памятью и вашими нестабильными состояниями. То есть не прощали родители, не прощали любимых, не прощали разводов, не прощали мужчин, не прощали кого-то там и так далее. И это вам передастся. Оно вам надо. То есть у вас шанс прожить счастливо, а у вас там будет целая куча вот этих воспоминаний. И второе. Вы знаете, что заболевание человека, одна из причин заболеваний человека на протяжении жизни, это неправильное восприятие его жизни самому. То есть из-за того, что человек огорчается, кортизон повышается, кортизол увеличивается, после этого появляется и целый ряд заболеваний от этого формируется. То есть там не усвоение кальция приводит к появлению, это все деформирует организм, организм. То есть можно условно сказать, что болезни, которыми вы болеете, они приводят не всегда, кстати. Сознание с вашими стрессами и беспокойствами и вашим восприятием мира привело вас к тому, что вы станете или стали взрослым и у вас есть болезни. То есть часть болезней связана с тем, что вы прожили хорошо или плохо, а также некоторые болезни связаны с тем, что у вас что-то произошло когнитивно и сформировалось там видение неправильное, первопричины какие-то там и так далее. Что и привело к появлению вашего характера, ну и как ни странно, заболеваний. Знаете, в книге Вардурьян Бо Санджея Джамцо было сказано о том, что одна из классификаций заболеваний это омрачение сознания, проявление злости и отсутствие внутренней добродетели. Таким образом, он говорил, что ряд заболеваний могут быть от плохого питания и от переедания, от тяжелой работы и наоборот от безделья, от истощения сознания или истощения тела, и от вирусов там или отсутствия правильного питания. Ну, он говорил еще, что есть заболевания, которые могут быть связаны как раз с омрачением человека и даже влиянием на него гневных духов. Где-то я с ним согласен, ну, я не эксперт, но могу сказать, что скорее всего так и есть. Так вот, тот момент, когда вы переродитесь и у вас останется память этой жизни, что вы получите в момент рождения? Вы получите долги, которые вам нужно отдать. Также вы сразу же получите ненависть к тем, кто вас обижал и будете считать, что все люди плохие. То есть, к тем какашкам, которые у вас были, вы хотите добавить новых? И второе, омраченность вашей жизнью, которая привела к заболеваниям, она никуда не денется. То есть, если у вас сейчас ваши там 70, 80, 90, 100, 200 лет есть ваши болезни, то они сформированы, скорее всего, не только вирусами, еще и неправильным вашим поведением. То есть, в тот момент, когда вы умрете и будете рождены в новом теле, если вам не стереть память, то эти болезни должны перейти автоматически. Вы бы этого хотели. Есть ли такие случаи? Есть, когда дети рождаются и когда ребенок имеет память прошлых жизней. Минус в чем? У этого ребенка из прошлой жизни появляются тяжелейшие заболевания. Почему? Ну так а что делать? Я могу сказать это на примере своей жизни. Я был абсолютно здоровым человеком, но у меня были темные практики, когда я в темноте долгое время находился и пытался вспомнить свои жизни. И как-то получилось, что это в моей жизни произошло. Так вот, после этого изменилась походка, появились заболевания суставов и болезни, которыми я раньше никогда не страдал, такие как гипертония, старческие. Также вот после такого ретрита, он длился полгода, после такого ретрита у меня появилось ощущение, будто я старый-старый человек. И справиться потом с этим было у меня уже в моей жизни невозможно. Поэтому я хочу сказать, что если бы пришло время и можно было бы то, что я тогда сделал, не делать, то я бы сейчас этого не делал. Также изменился характер после тех ретритов не в лучшую сторону. Я хочу вам дать совет. Познавайте мир в этом мире много прекрасного. И с радостью переходите в новое измерение и новую жизнь, потому что в дальнейшем новая жизнь даст вам новую радость и новое счастье. Пусть. Тогда было одно время, сейчас другое. Зачем об этом вообще думать? Софа Татор. Я думал София Ротару. Здрасте, очень нуждаюсь в вашей помощи. Куплю ли я квартиру в этом году? Нет. Что можете сказать о моем бизнесе? Неважный. У меня шапочный. Ну, согласен с вами. Вам необходимо более активно развивать Инстаграм-страницу, также более активно продвигать свой шапочный бизнес. Как-то не особо у вас это развивается. Но возможно. Ну, получится. Не отказывайтесь от этого бизнеса. В дальнейшем получится. 16.19. Любой Базюк. Пожалуйста, подскажите, выйдет ли моя дочка 35 лет замуж? Когда? А если не выйдет? А если детей не будет? Я должен вам это говорить? Здоровья вам, любви. Спасибо. Ну, а если нет? Вы просто... Вот представляете, я сейчас вам скажу. Нет, не выйдет. Детей у нее никогда не будет. Как это вы будете воспринимать? Вы меня подставляете на самом деле. Все будет хорошо у меня. Анна Дубовникова. А вы еще более конкретно давайте дату, число, за кого, фамилия, имя, отчество, где искать, сколько у него денег. Я когда-то так делал. Пришла ко мне девочка. Лиза ее зовут. И говорит мне, когда я выйду замуж? Ну, ближайшее время. Когда точно? Скорее всего, вот в этом году, может быть, в марте. Когда точно? Я говорю, ну, в марте. А кто он будет? Ну, его будут звать Виталик. А какого он роста? Высокий. А где я с ним познакомлюсь? Я говорю, тебе что нужно? Полную эксплуатацию к применению, чтобы ты уже не промахнулась. Имей совесть. Да, и хоть... Если Бог создал человека так, чтобы все события в его жизни, появляющиеся, были тайны для него, значит, это же нужно Богу или не нужно? Вы никогда не задумывались, что человека, который предсказывает события, наказывают за то, что он предсказывает то, что человек не должен знать. Почему я так говорю? Я занимаюсь эзотерикой очень давно. Сам являюсь... Ордена Ленина, даже бы Красного Знамени. Тьфу, Ленина нет. И Красного Знамени тоже нет. И могу сказать, что за много лет моих я знаком со всеми звездами самых, наверное, невероятных величин эзотерических, которые есть на территории постсоветских пространств. Конечно же, количество людей, которых я знал и которых я знаю, которые занимались эзотерикой, их бесконечное количество. Все было на моих глазах. Я помню, как появлялся Лонга, я помню, как появлялся Гробовой, помню и был знаком, и знаком до сих пор и с Гробовым. И знаком с Кравченко Аркадием Ивановичем, знаком с Червоненко Александром Ивановичем, да. Знаком с кем я там только не знаком, с Лэпом, с Шепом и так далее. То есть это такое большое количество людей, которых я знаю лично. Также знал очень таких звездочек красивых и умненьких, которые очень хорошо начинали и очень хорошо стартовали. То есть это выглядело так. Человек говорит, я буду заниматься эзотерикой, читать лекции, читать курсы. Я буду там это все продвигать, пусть в моей жизни там можно ли, не можно. Я говорю, да я не могу ничего сказать. Хочется вам, делайте. И они как звездочки так вот появлялись. Есть там, допустим, Гарик из Николаева, Гарри Александрович из Николаева, там Николай Николаевич из Киева. И там очень много людей, знаете, эзотерика она всегда притягивает. Я знаю там и знал, и очень много всегда имел знакомых, которые связаны там с эзотерикой, с целительством. Там и от Мальфаров до, от Ничая, которого лично знал, там до, заканчивая там, до Маришки, которая в Болгарии принимала. То есть я могу сказать, что этот путь, который я прожил, он интересный, потому что я коллекционер, со мной с легкостью знакомиться. Я сейчас знаю людей, которые там в Украине читают, там самые лучшие читают по Юрведе, самые лучшие, там Иглоукалывание, там Цаи. И здесь у нас самые лучшие по тибетской медицине. Этих людей знаю. Это не секрет, они меня знают там. У нас, возможно, с кем-то не встречаюсь, почему? Ну мне не нужно. Но к чему я это все говорю? Я могу сказать, что очень часто самые яркие, которые занимались или начинали заниматься, они очень быстро уходили. То есть если у человека очень легко получалось там предсказывать. Вот на Подзорову эту посмотрите. Ведь ей там 30 лет или сколько ей там, до 40 лет. Посмотрите, в ней 200 килограммов веса уже, ну может меньше. Но я не хочу ее обидеть. Это не мое мнение. Какое угодно пусть образ жизни ведет и так далее. Но она там куда-то заглядывает, как-то снимает информацию. Скажите, она выглядит здоровым человеком? Ответ нет. Вот Соло выпустила про меня видео, сказала, что у меня душа такая или еще какая-то. А я хочу сказать, как медицинский работник, что необходимо ей принимать гормоны от автоиммунного тиреодита. Потому что он ее мучает, а на этом фоне у нее, видимо, развиваются психические болезни. Там у одних ожирение, у других еще что-то. Почему это так происходит? Есть тайна, они божественные, они от людей скрыты. Когда находятся люди, они начинают эти тайны рассказывать кому-либо. Если у этих людей, и кроме гордыни, и своего намерения, и четкого понимания того, как это работает, и что с этим делать, нет. То эти люди могут в дальнейшем закончить плохо. И именно это и происходит. За много лет моей жизни я видел, как самые яркие и сияющие. Ну, например, Гробовой, где закончил? В тюрьме. Лонга, где закончил? Умер. Один из самых популярных колдунов чем закончил? Смертью. Я знаете, сколько знаю таких? Миллион. Онкология, инсульты. Недавно вот одна моя подружка, хотел сказать, наверное, не буду, занималась астрологией, целительством, популярной в интернете и блогер. И с моей подачи даже ей разрешала это делать. Инсульт. Два дня назад, три дня назад умерла. При этом люди, которых она лечила, постоянно говорили, такая хорошая, такая молодец, так все получается, так великолепно, супер, супер, супер. Я при этом ей когда-то говорил, что не нужно тебе это заниматься. У тебя твой генитурный образ, в котором ты находишься, он яркий. И ты своей яркостью и душевной добротой будешь помогать людям и будешь лечить. А там вспомнить, вспомнить можно многих, знаете, Левашов очень поправился, после этого умер. Конечно, нашлись там кто, там Кашпировский Анатолий Михайлович, там Чокар Кашпировский, он же жив. Жив, но за счет чего жив? За счет того, что дочь в свое время умерла. Вы понимаете, этот путь, он такой болезненный. Для тех, кто занимается на этом и зарабатывает вот таким образом с легкостью деньги, они должны знать, что проблемы могут быть и со здоровьем, и с жизнью. Поэтому это не тот путь, который необходимо выбирать для профессии и жить в этом счастливо. Либо быть таким человеком, как я, который очень разбирается в этом. А я, проходите мои ступени, я вас научу разбираться. Также объясню, что такое прибежище и как вообще с этим всем необходимо. А так по наитию может каждый, только потом как откашливать неизвестно. Поэтому будут ли у дочери или не будут, давайте оставим эти тайны тайнами. Пусть будет самое прекрасное. Наоборот, вы вместо этого сказали бы, Андрей Андреевич, пожелайте моей дочери 35-летней, чтобы она замуж вышла. Я бы сказал, пусть эта маленькая девочка выйдет замуж. Кстати, почему женщина замуж не может выйти? Послушайте, все находится на такой поверхности прямо. Но люди обычно не видят. Ну и это такая особенность, знаете. Невидимость этого мира является одной из тайн. Мы всегда хотим заглянуть в эту щелочку для понимания его дел божественных. Почему это все устроено? Смотрите, в чем функция женщины? В чем ее особенность? Мужчина, он может давать что-либо этому миру? Но ответ такой, только слова. Мужчина может давать слова. О чем я говорю? Мужчина ничего этому миру дать не может. Кроме слов и ума там какого-то. Ну и женщина тоже может и слова и ум. А женщина? А женщина уникальное существо. Почему? Она может давать ребенка, то есть существо. Она дает детей. И второе, она дает молоко. Вообще женщина много дает. Она дает существа. Она дает новую жизнь. Она дает молоко детям. Она дающая. Запомните это слово. Женщина рождена для того, чтобы быть дающей. Дающей. Тогда что необходимо? Кому, если есть проблема мужчин и женщин, тогда что должна развивать в себе женщина? Она должна развивать в себе возможность давать мужчинам. Но это не о сексе. Это не о сексе сейчас. Если давать, то можно, ни один мужчина потом жениться не захочет. Что можно давать мужчине? Заботу. Я хочу вам сказать. Есть ряд обрядов. Они обычно связаны вот с чем. У меня была знакомая, которая работала в детском садике. И она обратилась ко мне. Лида, Люба, не помню. И она говорит. Андрей Андреевич, я не замужем. Она такая полная, большая, не замужем. И у меня вот никто на меня не обращает внимания и так далее. Я говорю, Лида, хочешь я тебе... Где ты работаешь? Она говорит, я работаю в детском саду начальницы. И говорю, у тебя есть там мальчики? Ну, конечно, у меня есть мальчики. Смотри, каждый раз, когда ты приходишь в детский сад, то заходи, покупай конфетки или семечки, или еще что-либо. И со своих рук корми мальчиков. Также найди самого любимого мальчика. Хвали его постоянно и давай ему конфетку. И говори, ты такой молодец, ты такой умница и так далее. Вот она месяц сделала и после этого замуж вышла. Выгодно причем. И причем, я не знаю сейчас, какая ее судьба. Я знаю, у нее инсульт был там со временем. Но она вышла, и мужчина был на много лет ее меньше. И очень хорошая судьба, я знаю точно. Ну, сейчас, наверное, не очень, видимо. Потому что вы же знаете, что у нас в стране происходит. Так вот, я хочу сказать, что в этом что-то есть. Я когда-то провел семинар, он называется «Быстрое замужество». И я там говорил, найдите возможность, или если вы работаете в бизнесе каком-то, у вас есть мужчина, постоянно его подкармливайте. Давайте ему то бутерброд, то там конфетку какую-то, то еще что-то. Почему женщина не может давать что-либо мужчине? Потому что самая печальная и страшная черта – это жадность, которая может быть у женщины. Жадность, которая не поделится с мальчиком, не даст ничего мальчику, ни слова хорошего не скажет и так далее. Это самое страшное, что есть у женщины. Вот такой женщине выйти замуж будет очень сложно. В моей школе была девочка, ее звали Наташа, она была невероятно красивая. Невероятно красивая, прямо с раннего возраста у нее было много мужчин, которые там с ней встречались и приносили ей цветы и так далее. Ну, не было там ни интимов никаких, ничего. Она очень рано вышла замуж, потом развелась, потом еще раз вышла замуж, потом развелась, потом еще раз вышла, потом она ребенка родила и так далее. Но она живет несчастливо, потому что она живет с мужчиной, который некрасивый, небогатый, живет в каком-то совсем северном регионе Российской Федерации, где нет ни света, ни воды, ни газа, знаете, и там очень-очень все нехорошо. Живут в очень плохой квартире, живут там на небольшой достаток и так далее. Хотя девочка очень-очень красивая была, и женщина сейчас она красивая. Почему так произошло? Она с самого юного возраста была невероятный жмот, прям невероятный. То есть она просила у кого-нибудь, но у нее попросить ничего никогда нельзя было, ничего. Она никого никогда ничем не угощала, никому ничего никогда не давала, никому ничего не предлагала человек, который ориентирован был только брать. А женщина для того, чтобы жить счастливо, должна быть ориентирована не только для того, чтобы брать, а еще что-то давать. А кому конкретно? Мужчинам. Научите своих детей относиться к мужчинам так, чтобы думать, что мужчин можно прикормить, подарить, что-то дать, хорошее слово сказать. Вот так. Почему так происходит? Обиды на мужчин, они только хотят, они только берут, им там я ничего не дам. Мужчина должен давать. Услышьте эти слова. Женщина должна что делать? Давать. Для чего? Чтобы нашелся тот, кто возьмет. Поэтому с чего начинать давание, мне все равно. Придумайте свою стратегию сами. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Хочу спросить. У меня отекают глаза и немного лицо. Это почки или шейный остеохондроз. И то, и другое. То больше отекают, то меньше. Потом через час и два по-разному шею сходит мне 45. Это сейчас, скорее всего, вы скорпион или рак. Сейчас как раз у скорпионов или рака в период, когда ша не влияет. И оно вот так проявляется. Что необходимо делать? Купите мой золотой бальзам, смазывайте. И так вообще очень хорошо улучшает это общее состояние аминокислота, аргинин. Купите аргинин, принимайте по две таблетки три раза в день. Будет азот в крови повышаться, эластичнее сосуды будут становиться. И почки будут легче работать и лучше работать. А еще можно делать массажи. Вот таким образом от лобных бровей и вот так вот назад, массажируя голову вот по такой линии. Что это даст? Если массажировать таким образом голову, то это уберет отек лица и поднимет веки. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Подскажите, можно ли нам не уезжать с Харькова и что будет с жильем? Показывает, что не нужно уезжать с Харькова. У вас все останется, все будет хорошо. Наташа Береставенко. Скажите, буду ли я встречаться с Олегом? А если нет? То что, вы сейчас бросите Олега? Зинаида Бордунова. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Я строю бизнес сетевой, хочу добиться большого статуса. Добьюсь я? Нет, не добьетесь. Ирина Нестеренко. Подскажите, пожалуйста, меня очень тянет в эзотерику и нравится психология. Уже много лет бег по кругу. Никак не могу определиться на 100% в чем я себя реализовать. А в чем вы хотите? У вас вопрос такой, вы хотите в эзотерике или психологии? Смотрите, слово реализовать в этом случае не очень правильно. Объясню почему. Человек, когда говорит реализовать, то вы реализуетесь сейчас. Почему? Вы эзотерикой занимаетесь и психологией. Вы, вероятнее всего, спутали. Почему? Есть такой принцип. Человек должен знать, что одно дело его реализация, а другое дело его возможность зарабатывать. Смотрите, как нужно подходить в этом мире, к этой жизни. Человек говорит, у меня не получается, я работаю, девочка обратилась и говорит, я работаю специалистом, который преподает английский язык, взрослым и детям. И мне стыдно брать деньги, Андрей Андреевич. Я говорю, научись говорить такие слова себе и людям. Я зарабатываю на том, что я преподаю английский язык. И тебе не будет стыдно брать деньги. Вот человек, который говорит, чем мне реализоваться, в чем реализоваться, в психологии или в эзотерике, я хочу сказать вам, вы должны знать, что реализоваться в психологии эзотерика еще лучше, в том и в том, это зарабатывать деньги на том, чтобы дальше что делать. Чтобы что делать. И тут такой ответ, чтобы давать консультации. Сразу же ответ такой, вы эксперт, кто вас знает, вы собираетесь преподавать, почему, как вы найдете тех людей, кто захочет обучаться. Вообще, видеть готового эксперта несложно. Знаете, очень много людей, которые смотрят меня, периодически завидуют. Говорят, да он блогер. Встаньте. Встаньте, как я блогером. Сделайте канал. Сделайте так, чтобы у вас было там 500-600 тысяч подписчиков. Сделайте так, чтобы они у вас хоть что-то купили. Он инфо-цыган. Хорошо. Сделайте видео. Попробуйте его продавать. Ежемесячно такое видео. Он продает БАДы. Хорошо. Откройте свой завод. Сделайте БАДы. Начните их продавать. Он там косметику Мизония сейчас запустил. Хорошо. Откройте Мизонию. Купите предприятие. Откройте такое предприятие. Начните это продавать. И вы столкнетесь вот с чем. Каждый человек в своей жизни все умеет и все знает. И наверняка является самым умным человеком в этом мире. До момента, пока он не начнет что-то делать. Потому что в тот момент, когда человек на словах, то человек на словах император. Об этом еще писал в свое время Белинский. Он писал на словах императоры все. А на деле? Поэтому в случае, если у вас есть желание, то да. Почему? Так если есть желание. Вот знаете, что может дать больше всего счастья человеку? Больше всего счастья человеку может дать. Желание чего-то достигнуть. У вас есть желание чего-то достигнуть? Достигайте. А здесь не тот вопрос. Нужно было бы задавать его так. Я хочу зарабатывать деньги на психологии и эзотерике. Где мне найти тех людей, которые будут меня слушать? Пользоваться моими услугами. Знаете, очень несложно собрать там 100 человек, которые там послушают вас. Но такая есть особенность. Они послушают вас один раз. А заставить этих людей потом купить у вас что-то, заставить этих людей потом заработать на этом деньги, потом создать это что? Это сумасшедшая работа. Здесь нужно быть маркетологом, понимать, как продавать, как правильно хэштеги ставить, где брать там ключевые слова и так далее. Вы это все делаете и заходите к кому-то и не понимаете, что в этом всем есть куча знаний. Как вести блог, как снимать, что говорить, куда продавать, где находить аудиторию, каким образом это делать. Человек говорит, ой, я это все знаю. Я когда-то говорил. Я уже когда-то говорил. У меня была знакомая такая хорошая. Ее звали нехорошая знакомая. Потому что когда мужчина говорит хорошая знакомая, он подразумевает или хороший друг об этом подразумевает любовника. Нет, она нехорошая знакомая. У меня не было никогда любовниц. Я обожаю свою жизнь. Так вот, была знакомая. И она решила заниматься продажей косметики. И видя успех, который есть у меня в моем бизнесе, видя там еще что-то, она решила это делать своими руками, продвигать и так далее. Они с мужем, она замуж вышла, начали создавать такую косметику, ее по чуть-чуть продавать, эту косметику пробовать, как я говорю, продавать. Думая, что они на этом заработают миллионы. На самом деле нет. Почему? Дело в том, что огромная конкуренция. Смотрите, огромная конкуренция в БАДах, огромная конкуренция в косметике, огромная конкуренция в эзотерике. Напишите, эзотерика, и там будет миллиард человек, которые пробуют себя на этом попче. Психология 10 миллиардов, саморазвитие 100 миллиардов, а еще там, еще что там, коучинг вообще бесконечное количество. Вообще бесконечное количество. Поэтому, смогу ли я? Да, человек может все. Просто необходима стратегия. Она заключается в том, сделали видео, как его продать. Лендинг нужен, как его сделать. Кто сделает. Сделайте лендинг, начнете его где-то пихать, там делать таргетированную рекламу или еще что-то. Не захотят люди покупать. Почему? И знаете, когда человек говорит, я хочу, вот я сделал шампунь, я буду его... А мне там недавно один человек говорит, я куплю там в Китае вот это, поставлю, поставлю туда рекламу, запущу, и оно будет продаваться. Так и произошло. Купил он в Китае, занял денег 7 тысяч долларов. Купил он то, что здесь считал, будет хорошо продаваться. После того, когда он это все запустил, то как запустил, так и все стоит. Он говорит, я ожидал, будут звонки, но на вложенные тысячи долларов позвонило 60 человек. А сумма одной покупки у него 10 долларов. 10 долларов. И все. И конец бизнеса. И получается, а еще пересылка. А если это за границу, если... Здесь много всего. Это больше... Вообще бизнесом заниматься, это большое развитие человека. Я за то, чтобы люди занимались бизнесом, но вы должны знать, занятие бизнесом, это опыт прежде всего. Это опыт прежде всего. Поэтому и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. Поэтому постепенно, начиная заниматься бизнесом, расширяем возможности, обучаемся, смотрим, как можно еще, как получилось у успешных, как работают самые лучшие, и развиваемся в этом направлении. Ну вот так, зайчики мои. А там большого статуса, или как стану богатой. Если нет бизнеса, то не с этого нужно начинать, а просто начинать с чего-то. К праздникам, что принимать, опухают суставы на пальцах рук, больно сгибать пальцы. Скорее всего, это развитие артрита. Смазывайте любым противовоспалительным средством, но обязательно сдайте общий анализ крови, а также С-реактивный белок, антистрептолизин и ревмофактор. Эти анализы смогут вам показать, необходима ли вам сейчас гормональная поддержка организму, и есть ли необходимость принимать противовоспалительные, гормональные или же антибиотические препараты. Вера Молостная. Вопрос, можно ли приобретать эзотерическую атрибутику в помощь своим детям, если они не ученики школы. Проводите для них обряды. Ну и можно. Можно, вот у батюшки крест есть, у нас ваджер. Он работает как крест. Вот такой ваджер. Если в семье положить такой ваджер где-нибудь, то такой ваджер будет работать как освещение и охрана семьи. Даже не надо ни заряжать, ничего с ним сделать, просто где-то пусть валяется такой вот возле сына, возле кровати или в тумбочке где-нибудь. Он свое дело делает, несмотря ни на что. Здравствуйте, подскажите, когда вечером смотрю куда-нибудь пристально, то вижу глаз. Что это значит? Глаз это энергия, поэтому если куда-то пристально смотрите, видите глаз, это говорит о том, что вы получаете энергию сознания. Ви ло ве, витай манаривни тайна дуй коа. Поздравляю вас, вы стали моим спонсором. Элли джуйнины. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, где давать негативные эмоции и воспоминания? Как очиститься ежедневно? Есть в моей школе практика, которая называется медузы. Утром просыпаетесь, если у вас не перегорели за ночь ваши эмоции и воспоминания, делайте так. Указательным пальцем правой руки обводите место своей груди и представляете, будто там лежат медузы. Представляете, будто вы на вдохе и выдохе их достаете, трясете и отбрасываете от себя. Сделайте так с головой, грудью и животом. Если делать так на протяжении 30 дней, то следующие 3-4 даже месяца не появится ни одной дурной мысли, ни одного плохого чувства. И это один из самых лучших методов, позволяющий избавиться от панических атак и депрессивных эпизодов. Пользуйтесь на здоровье. Юля Руденко, скажите, будем ли мы дальше вместе Юля, Евгений? А если нет, то что будет, Юля? Вы имеете... Вы... Что я думаю? А если нет? Вас это расстроит, видите? Ну, а если нет? Ну, вы-то будете, ладно. Наталья Малашко, пусть все будет хорошо. Пусть. Петривна. В невротические состояния. Нужно чистить хату, как у нас в Украине кажут. Необходимо очищать энергетический дом. Пройдите первую ступень, помните, обвести, сжечь, отбелить, почитать, омко-те-викатероса, грасамани-соха, наполнить энергией. После этого будет дома великолепное состояние. Также это может быть, бес живет какой-нибудь, как он проявляется. Обычно они все в туалете. Если часто в туалете воняет, если часто хочется секса, если часто хочется безумно есть, аж трясет, то это бес. Также, если много пыли, и вся пыль закрученная такая. И чтобы этого не было, возьмите серебро или серебряные монеты, желательно, и положите в кладовку, в угол, в туалет, если у вас много во все, и отпустит. Но прежде очищение. Может есть смысл сменить жилье? Ну, может быть и есть. Ирина Шнайгельбергер. Шнайгельбергер. Комдансен. Ихвел нехт. Выйдут наши квартиранты из нашего дома в этом году. Им так хорошо живется в вашем доме, в вашей квартире, не платя вам Ирина Шнайгельбергер. Так хорошо им живется. Вот что необходимо сделать. Первое. Необходимо при свидетелях написать письмо в полиции, в ходе которой вы с такого-то, такого-то числа отказываете этим людям в дальнейшей аренде. Это необходимо зафиксировать в полицейском участке и попросить, чтобы какой-нибудь человек, который занимается этим, расписался. Второе. Попросить или написать заявление, что вы отказываете в дальнейшем их в аренде. Но это письмо необходимо зарегистрировать. Это обязательное условие. Зарегистрировать. То есть вы пишете письмо, регистрируете это письмо. Как регистрируете? Ну, если это Германия, можно адвоката нанять. Адвоката по правовым вопросам. Нанимаете адвоката, регистрируете это письмо. После этого пишет при свидетелях. То есть туда ставит подпись адвокат, еще какой-нибудь свидетель. После этого берете это письмо, одно письмо оставляете, другое письмо отвозите, вручаете этим людям при свидетелях. Просите этих людей по возможности при адвокате, снимая на камеру, ответить вам, уедут они или не уедут. После этого через месяц идете в полицейский участок, говорите, что письмо, в котором расписался адвокат, было вами доставлено ранее с предупреждением. Поэтому сейчас это уже не ваша проблема. Вы отказали этим людям и просите, чтобы они в дальнейшем больше не занимали незаконно, ту площадь, на которой они сейчас находятся. Так как вы решили им отказать. И на этом все заканчивается. Дальше идет полиция, заходит их за ноги и за руки выносит. Вот так. Но начинать необходимо именно с предупреждения. И на Байденку. У меня такой вопрос. Мой муж раньше пил, теперь держится, но у меня страх, что все это вернется. Будет ли у нас все хорошо? Верьте в... Ваша проблема основная, она заключается в том, что вы не верите в Бога. Верьте в хорошее. Верьте, что будет жизнь прекрасная. Верьте, что муж ваш обожает. Хвалите его, не забывайте об этом. Ты мой молодец, ты моя солнышка. Какой же ты хороший, умничка. Вот супчик тебе, вот еще что-то. Это делайте для этого человека. О чем вы думаете вообще? Люди, не думайте, когда человек боится им, то он служит силам тьмы. Помните об этом всегда. Никогда ничего не бойтесь, а то тьма вас проглотит. Не бойтесь вообще, верьте в Бога. Кто верит в Бога, тот ничего не боится. Бог вас создал, пусть он заботится обо всем. Сегодня я хочу сказать вам о том, что я решил провести определенный обряд. Этот обряд называется обряд Пентаклей. И данный обряд я буду проводить, а почитать о нем можно, перейдя на мой сайт Дуйко Гуру. Данный обряд это построение Пентакля абсолютной счастливой судьбы. Часто у человека в нумерологическом коде не хватает каких-либо цифр. Допустим там, семерок, которые могут привести к удаче. Или девятки, которые могут привести к реализации жизни. Или семерки, которые могут защищать от врагов. Или тройки, которые могут дать энергетику. Или четверки, которые могут успокоить. Или шестерки, которые могут увеличить ум, везение, почет, уважение. Либо двойки, которые могут дать много денег. Либо единички, которые могут помочь замуж выйти или жениться. Или амбициозность включить у человека. Так у человека в цифровом коде обычно не хватает каких-либо цифр. Это называется квадрат Пифагора. И люди от этого страдают. Такие цифры, где они находятся. Такие цифры напрямую связаны с планетами и на человека влияют такие планеты, делая грубо, как правило, его судьбу неприятной. Но это можно все изменить. Такие люди, как я, имеют и силы, и право делать это для других людей. Я могу поставить вам цифры и запечатать такой пентакль таким образом, чтобы ваша жизнь изменилась. Как проявляется? Сегодня делаю, завтра изменяется все. Каким образом? 3-4 дня снятся плохие сны, жизнь выравнивается, деньги появляются, любовь появляется, здоровье улучшается и так далее и тому подобное. Великолепный, мега сильный, потрясающий, мощный обряд, который я могу вас научить делать. А дальше вы для поддержания данного обряда, то, что я построил, я расскажу, как это сделал, каждый день представляете. на протяжении 30 дней. 30 дней представляете, один год фортуна, пёр и везения во всех отношениях. Та-дам! Поэтому переходите на мой сайт Дуйко Гуру и приглашаю вас поучаствовать в данном обряде. Он будет через, не помню когда, еще 20 дней до его начала, поэтому переходите, оплачивайте и присутствуйте. Обряд это онлайн буду проводить, их будет два. Один называется проектор, где человек программирует свою судьбу на счастье. И второй, это обряд отключения и подключения энергетики планет, для того, чтобы жизнь была счастливой. Хороший обряд, правда, очень советую. Здравствуйте, Андрей Андреевич, продам ли я дом в этом году? Да. Мой приехал с Нидерландов после лечения спишут в ЗСУ? Да. Не спишут, не спишут, но уже воевать не пойдет. Эллада Аветисова, желаю счастья, любви, спасибо. Никак не могу забыть предательство мужа и смогу выйти из этой ситуации. Сможете выйти из этой ситуации? Забудете предательство мужа. Нашли о чем думать? Вам невыгодно помнить о его предательстве. Зачем вы влезли там? Зачем вы узнали об этом предательстве? Ну, предал и предал. Умный человек должен совершать ошибки. Вы никогда не думали об этом. Ну, сейчас же с вами живет. Если с вами живет, что вы его мучаете? Не можете предать. Как предательство? Кто вам это сказал? А может быть, на него повлияли. Может, он человек несчастный. Может, его оморочили, знаете, там. А он, хоть и не смог удержаться, но пришел так вам. А вы сейчас... Он один раз это сделал, а вы каждый день его убиваете. Будете каждый день убивать человека, он рано или поздно от вас уйдет. Вам будет легче от этого. Не можете... Так уйдет. Выберите. Если вы не можете, то его не будет. А если можете, то живите. Что с людьми происходит? Что с вами происходит? Не понимаю я этого. Не можете забыть. Живите самостоятельно. Сама. Без него. А хотите жить вместе? Живите вместе. Потому что вы его догоните и достанете. Он просто соберет, скажет, зачем ему это надо? Беспокойство. Один раз, один раз где-то неправильно поступил, так теперь что надо? Надо иметь доброту человеческую и человеку давать шанс. Давайте людям шанс. Андрей Андреевич, что мне мешает продолжать своим профессиональным путем зарабатывать, если раньше с этим проблем не было? Что бы сделать, чтобы вернуть реализацию? Переходите ко мне в Пентакль, я вам построю, и будет пер. Все будет нормально. Скажите, пожалуйста, правда, что когда из свечи идет черный дым, есть негатив? Неправда. Из свечи идет черный дым, потому что выгорает фитиль, и чем длиннее фитиль, тем сильнее дымит. Если в этот момент отрезать этот фитиль, то дыма не будет. Поэтому все это ерунда. А еще часто бывает, что фитиль горит и развязывается из-за того, что ниточка плохая. Для того, чтобы есть свечи, которые вообще не дымят, знайте, необходимо фитиль, который в свече находится, его сначала в воск окунуть и после этого провести вот так по нему. Как бы натереть его вот этим воском, а еще лучше воском с каким-нибудь веществом горючим, с керосином. И после этого такой фитиль уже поставить и залить. И будет свеч гореть, и никогда не будет никакого дыма. Свечи просто плохого качества. Дмитриенко и Лен написал сообщение, не прошло. Просто хочу сказать огромное спасибо, пожалуйста. Очень приятно. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Сила рода. Есть ли у разведенной женщины сила рода? Нужно ли взять после развода свою девичью фамилию? Я не особо понимаю о ваших силах рода. Часто люди говорят мне эти слова, говорят, сила рода, я беру силу рода и так далее. Если вы так берете силу рода, если у вас такая сила рода, то тогда что? Все больные. Все больные, все нищие, все бедные, дети все больные, дети все невезучие. Если род так помогает человеку, то тогда почему все такие несчастные? Объясните мне. Смотришь только, сила рода, сила рода. На человека смотришь, у него счастья нет, дети больные, дети все сумасшедшие, какие-то сама несчастная там. Какой род? Куда он ее там ведет вообще? Кая сила там? Сила рода, силы громозорга, слушайте, и птеродактиля. Нету никакой силы, кроме той силы, которую вы в себе вырабатываете. Ваша душа это бесконечный океан силы, а еще больше силы, если есть вера в то, что будет все хорошо в жизни. Вот эта сила, живите ради детей, в этом сила, живите ради бабушки своей, мамы, дедушки, если умерли, живите ради внуков, детей, делайте так, чтобы они счастливы были. Сила в их улыбках и радости, сила в том, что вы радуетесь, и сила в том, что вы осознаете эту жизнь и счастливы в ней. Вот сила там, силы рода, какой силы рода, что он вам даст, это слова эти, силы рода. Есть люди такие, которые постоянно говорят, благодарю тебя Господи, слава тебе Господи, благодарю тебя. За что? Благодарить нужно только в тот момент, когда что-то хорошее получилось. Если хорошее получилось, отблагодари. Если ничего не произошло, не надо этого делать. Встала, благодарю. За что? За то, что встала. Это такая прям счастливая, что встала, что надо отблагодарить. Слава Богу, в туалет сходила. Ну, это пойдет, ладно. Благодарить надо в тот момент, когда кто-то для вас что-то сделал. Видите, что Бог для вас что-то сделал, скажите, благодарю Господи, сама бы не справилась. А так, никто эти благодарности слышать не будет и никому они не нужны. Почему? Потому что вы их затерли. Вы их так часто применяли, что они высшим силам неинтересны вообще. Вы сами в них не верите и даже уже не понимаете, что это такое. Какой-то сегодня ругательственный произошел вебинар, но все равно, я считаю, что, наверное, что-то интересное в этом всем все-таки было. Олена Ермак, Вітаю, Андрій Дрич. Можете подсказать, вірно я роблю, что продаю квартиру в Чернігове та хочу купить Хмельницькому? Дуже дякую за возможность задати питання. Не робіть цього, бо ви дуже дешево її продасте, а за ті кошти, що продасте, так уж гарну собі не придбайте. Тому зараз не на часі. Зніміть, трохи поживіть, а потім вже будете приймати рішення належне. Ви згодні з цим? Ось це я вам бажаю зробить. Добрий вечір, я учусь онлайн, получится і пойдет впрок. Пойдет, да. Ну що ж, я желаю вам счастья і любви. Ісус Христос сваха. Ом Шрипуня Ваджра Кавиндая Васудаве Митра не знаю, як грешний, грешний, як буде на санскрите. Я сказав, Господи Ісусі, Сыне Божий, помилуй мене грешним. Елена Асачук. Окей. Как на нас влияют наши кураторы? Почему они испытывают нас безденежье, безысходность? Почему? И не рассказывайте мне, что это я сама планировала. Мир устроен по принципу порядка. Если вы думаете, что вас кто-то курирует, то вы очень много на себя берете. Дело в том, что люди устроены по принципу эксплуатации и использования. Они эксплуатируют и используют и хотят этого. К чему они должны прийти? Они должны прийти к тому, чтобы и о высшие силы, о высшие силы вас как-то эксплуатируют и используют. Нет, а бесы, а бесы используют. Таким образом, можно сказать, что человек, который эксплуатирует и использует нещадно словами, мыслями, движениями, желаниями, принеси, отдай, сволочь, а я сделаю, придумаю, нахимичу и так далее. Это люди, которые делают себе в жизни неприятности. А вот путь к тому, чтобы стать ангелом или стать высшими силами, это путь к безвозмездности. Как там в песне, видишь, там на горе возвышается крест, повиси-ка на нем, а потом надоест, возвращайся назад, ходить по воде вдвоем. Помните, Иисус Христос говорил о безвозмездности? Да, помните? А безвозмездность это что? Это о чем? Безвозмездность это не говорить, я вам купила, я для вас сделала, я тебе любовь дарю. А вы слышали, чтобы это когда-то Иисус Христос говорил? Я ради вас живу, я ради вас висеть буду, я ради вас умру, я ради вас это все затеял, вот я вам столько дал всего, а вы голодные и не голодные и одеты. Это уж не было, нет, не было никогда. Он наоборот любил и ни в чем никого не упрекал. Упреки это за что-то любить, а люди как устроены, они живут по принципу использовать. Там, а я тебя не люблю, почему? Потому что я тебя использую, а если бы не использовала, то тогда я вообще не знаю, как это любить. А если сын ничего не дает, он плохой, а если муж ничего не дает, он тоже дурак, а я вот вам всю любовь дарю, а взамен ничего, а я вот вам помогаю, что-то делаю, а вы не помогаете, ничего не делаете. И после этого куда катятся люди? А сколько просто так всего вытекает из человека? Ну, вот мне пишут плохие комментарии, человек пишет, ты придурок, лучше себе там что-то, что-то, что-то. Человек, я тебя не знаю, и ты меня не знаешь, ты не знаешь, что я прожил, как я жил, зачем я жил, почему я прошел этот путь, зачем я даже это видео, да даже ты его не досмотрел, возможно. Тебе, возможно, моя морда лица не понравилась. но зачем писать гадости? Зачем? Какую задачу ставит человек, который пишет гадость? Чтобы что произошло? Чтобы я испытал боль от того, что я это читаю? То есть, человек так сориентировал себя, что он гипотетически получает удовольствие в тот момент, когда делает кому-нибудь гадости. В этот момент этот человек тоже, как и вы, скорее всего, ищет кураторов и говорит, они меня там, и только не говорите, да я и не говорю. Мне не нужно говорить. Не нужно. Просто люди очень сильно, я когда-то общался с этими существами. Да, мне можно не поверить, но я вам эту историю расскажу. Я общался с ангелами и говорю ангелу. Я говорю, почему вы нам не помогаете? Он говорит, нам в жизни ничего не нужно, мы абсолютно счастливые. Ничего. Мы ни в чем не нуждаемся, у нас все есть. Нам еда не нужна, мы питаемся Святым Духом. Мы живем в счастье, мы все время, у нас ощущение, будто мы все время находимся в состоянии наслаждения, бесконечного, бесконечно радостного, бесконечного счастья. Оно бесконечно, везде вокруг нас. Мы не нуждаемся. Но нам жалко людей. Но мы не хотим им помогать. Почему? Потому что, когда человеку начинаешь помогать, он хочет, чтобы ты, он хочет тебя использовать. Он прямо говорит, а теперь делай, а теперь делай это, а теперь делай это, а теперь делай это. И вот, ну, теперь ты наш раб. Но мы не рабы. Поэтому хотим, помогаем, не хотим, не помогаем. По поводу кураторов, слушайте, бесы-кураторы. Бесы-кураторы, чтобы вы не свернули с хорошей дороги. Они вас курируют. Они хотят делать все для того, чтобы вы были злыми, чтобы вы кидали, чтобы вы и женам, и мужьям изменяли, чтобы вы ненавидели всех, как уже, что бес пишет комментарии плохие. Он прям с вытарочными глазами заходит, находит, и потом пишет, а какашка ты. Но тебе какая разница с какашком? Ну, допустим, но ты при чем, человек? Ты каким богом, кому я, потому что я какашка? Ну, какашка. Фамилия у меня такая, Дуй-какашка. Дуй-кашка-какашка. А может наоборот, не дуй-ко, а закол-ду-й-ко. И так далее. Ну, ты при чем? Я тебя не знаю. Кто ты такой, не знаю. Ничего тебе не должен, ничего тебе не внушаю, ничего тебе не рассказываю, ничего от тебя не хочу, ничего тебе не продаю. Зачем твое фе мне? Зачем? Мне все равно, на самом деле. Я таких людей блокирую, они мне неинтересны. Но я всегда задавался вопросом, зачем? Зачем? То есть, этот человек сидел, писал на телефоне или еще. Зачем? Есть так много всего, есть куча всего. Слушайте, что-то нравится тебе, смотри, что-то дается, бери, что-то хочется, скажи. Но зачем так много злобы проявлять? Вот это кураторы-бесы, вот они этого человека ведут. По-бесовскому ведут и делают все для того, чтобы бесовня никогда из такого существа никуда не делась. Потом страдают дети больные, и там наркомания, и потом шизофрения, и куча всего. Почему? Потому что было написано сто тысяч плохих сообщений. Потому что служители ада, они между нами и в большинстве своем люди именно такие. Конечно, кураторы, ангелы меня ведут. Зачем им это нужно? Они что на побегушках? То есть, высшие силы ни в чем не нуждающиеся. Вы думаете, они вас будут, а вы их будете эксплуатировать? Зачем вы им не нужны? А как же слова «Господь не введи меня во искушение»? Я понятия не имею. Господь искусителем быть не может. Он наоборот спаситель. Там, видимо, были другие слова, просто их поменяли. Я думаю, там было сказано «Господь спаси меня и прости грехи». А искушение – это не Господь. Господь может спасать. Поэтому всегда говорят «Господь спаситель». Поэтому, если вам плохо, то пусть Господь спасет. Понимаете? Здравствуйте, Андрей Деич. Мы уже не только синдром Туретта, но и агрессивный симптом психопатии. При приступах я просто убегаю. Посоветуйте. Нужна психиатрия. Необходимо давать препараты психиатрические. Вероятнее всего он впадает. Вот в такие состояния агрессивная форма. Это должен назначить… Я бы мог, но не могу. Потому что это должен сделать в вашей стране, скорее всего, врач-психиатр. Это необходимо делать. Таким образом, он и сам страдает, и вы страдаете. Не нужно этого делать. Еще и синдром Туретта. Ну, возможно, это противосудорожные препараты. Может быть, там какие-либо еще. У меня вопрос по марафону не получается из-за графика. Можно на второй и третий день пройти? Андрей Андреевич, мой племянник найдет любимую работу. Скажите, а я к каким бокам к вашему племяннику? Я его брат, я его друг. Он ученик моей школы, вы ученик моей школы. Зачем мне? Зачем мне просматривать и даже лезть туда к вашему, причем даже не сыну, а племяннику? А чем вы рассчитаетесь со мной, если я скажу, найдет работу или нет? Или мне надо будет самому что-то забрать у вас? Омна-махшивая. Омна-мона-махшивая. Я желаю вам счастья и пусть будет у вас. Да там должны быть другие слова, и не допусти нас до искушения. Точно! Вот именно так и должно было быть. Я желаю вам успеха и счастья. Пусть вас спасают, пусть вам помогают. И будьте всегда счастливыми. Обязательно переходите на мой сайт и в знак благодарности напишите комментарии под моими статьями. Напишите спасибо, Андрей Андреевич, за мантру, или спасибо вам, Андрей Андреевич, за символ. Огромное количество символов, мантр, всевозможных моих рекомендаций по психологии, нейролингвистической психологии. Эзотерики, парапсихологии, развитие параспособностей и так далее. Мантр, там, отпорчи с глазов, проклятий от психов, там, от влияния, негативного влияния, там, каких-то планет. Больше трех с половиной тысяч статей о медитациях, там, о чем угодно. Переходите и читайте. Этой информации много, и она была создана только для вас. Не нужно ничего покупать. Переходите, все бесплатно. Для чего я это делаю? Я тоже стремлюсь к тому, чтобы быть полезным, полезным без, даже слово забыл, без эксплуатации. то есть я ничего от вас не хочу. Просто переходите и читайте. Хотите, ничего не пишите. Пусть ваши улыбки в ваших сердцах и пусть вообще ваши растопленные сердца, как солнце, согревают этот мир. Пусть мир за счет этого греется в лучах вашей доброты. Пусть люди когда-нибудь станут добрыми и вновь начнут обожать друг друга, любить. Пусть мир избавляется от зла. Субтитры создавал DimaTorzok